На сегодняшний день повышение качества жизни населения является ключевой задачей, поставленной главой государства. В Жамбулской области уже ведется работа по исполнению послания президента страны, а именно готовятся масштабные пилотные проекты. Как известно, одним из путей обеспечения занятости населения в сельской местности является поддержка и развитие подсобного хозяйства. Сегодня на расширенном заседании правительства глава региона Аскар Марзахметов представил новый проект. Население Жамбулской области составляет 1 миллион 125 тысяч человек. Из них 60% проживают в сельской местности. Трудоустроены 328 тысяч жителей, у 177 тысяч есть стабильный доход. Остальные сидят на пособиях и сезонных работах. В этой связи Аскар Марзахметов предложил превратить личные подсобные хозяйства в источник дохода. Летом рабочая группа во главе с Акимом области посетила каждый сельский округ, где наряду со знакомством их социально-экономического развития проводились встречи с местными жителями, на которых разъяснялась необходимость развития подсобных хозяйств. Конечно, результаты анализа показали, что не все жители региона могут превратить подсобные хозяйства в эффективный источник дохода. Причина – отсутствие соответствующей организационной работы. В этой связи в ходе рабочей поездки по региону по предложениям населения было рассмотрено 5 рекомендаций, направленных на улучшение жизни населения области. Первое – эффективное использование пересадебных участков. Второе – увеличение производительности скота и птиц во дворах. Третье – рациональное использование земель, находящихся за улом. Решение проблем пастбищ и кормов. Четвертое – создание кооперативов для решения вопросов эффективности подсобных хозяйств. Пятое – финансирование мини-проектов сельских местностей. По этим пяти направлениям удастся реализовать более 31 тысяч проектов на общую сумму 46,4 миллиарда тенге. В результате ожидается, что 131 тысяча семей или более 600 тысяч человек будут обеспечены стабильным доходом в среднем размере 128 тысяч тенге в месяц. Это в четыре раза выше сегодняшнего уровня. 68 тысяч самозанятых и безработных смогут стать индивидуальными предпринимателями. Вместе с тем объем валовой продукции сельского хозяйства увеличится на 34%. Нагрузка предприятий по переработке молока и мяса увеличится на 30%. Появится возможность создания новых перерабатывающих предприятий. На селе повысится эффективность паевых и придомовых земельных участков. На первом этапе будет охвачено 42 тысячи человек, 7 тысяч сельхозподворьи. В результате по итогам следующего года доход от подсобного хозяйства должен возрасти 41 тысячи в месяц до 104 тысяч тенге. Для получения эффективности этого направления в подсобных хозяйствах с учетом возможности дворов будет закуплено 44 тысячи голов скота, а также птицы. Для обеспечения их кормами будут использоваться паевые земли за пределами территории аула. Есть соответствующий список. Таким образом, кооперативы будут обеспечены кормами. Появится возможность приобретения инкубаторов и станций по искусственному племенному осеменению. В результате не менее чем 2-3 раза увеличится объём продукции животноводства. В 11 раз птицеводство. На второе направление предусмотрено 3,5 миллиарда тенге. Для решения указанных проблем необходимо активизировать работу 10 пилотных кооперативов в каждом сельском округе. Кооперативы будут привязаны к перерабатывающему предприятию. За счёт этого ожидается, что нагрузка по переработке молока увеличится от 56% до 79%. У переработки мяса от 36% до 58%. Отдельно составлен список 137 пилотных проектов малого подсобного хозяйства в сельских округах. Финансирование 546 миллионов тенге. Из них на реализацию 16 проектов в сфере сельского хозяйства выделено 7,2 миллиарда тенге. На остальные проекты из местного бюджета будет направлено 469 миллионов тенге. Всего участвует в проектах 1117 человек. В их числе 244 безработных, 103 пенсионера и 32 семей из группы получателей адресной социальной помощи. База заёмщиков сформирована. Имущественное обеспечение имеется. Благодаря этому будет создано 385 новых рабочих мест, 137 субъектов предпринимательства. В сельских округах в рамках 10 пилотных проектов ожидаются следующие результаты по пяти направлениям. У 7 тысяч семей или 35 тысяч человек по итогам следующего года доход будет увеличен до 104 тысяч тенге. Рост в два с половиной раза. А к 2022 году он увеличится в два раза. 2229 человек, безработных и самозанятых, смогут оплачивать пенсионные отчисления, налоговые и другие платежи. В 10 сельских округах объём валовой продукции сельского хозяйства увеличится в два с половиной раза. С 3,5 до 7,9 миллиардов тенге. Нагрузка предприятий по переработке мяса и молока увеличится на 20-25%. Мы готовы к реализации проектов. Все организационные вопросы, касающиеся Акимата, были проработаны. В том числе за счёт бюджета на 18 человек была увеличена штатная численность управления сельского хозяйства. Кроме того, был утверждён специальный алгоритм работы Акимов районов и сёл. В пилотных сельских округах проведены несколько встреч. Определены председатели кооперативов. Участники заседания отметили ряд положительных моментов в случае реализации пилотного проекта в Жамбулской области. Также прозвучало предложение задействовать его в будущем и в других регионах страны. Предлагаемый проект – очень правильный проект. Он даёт возможность для улучшения качества жизни селян, а также для увеличения поголовных скота и переработки сельхозпродукции. Данный проект даст возможность открыть 90 тысяч новых рабочих мест. Если данный проект хорошо заработает в Жамбулской области, то Аскар Узакпаеву, давайте продвигать его и в других областях страны. Мы поддерживаем данный проект. Аскар Узакпаеву, я хочу отметить, эффективность данного проекта, он позволит трудоустроить немалое число казахстанцев, создать новые рабочие места и поднять общий уровень благосостояния населения. Это посодействует созданию сельхозкооперативов на местах. В следующем году мы рассмотрим результаты реализации данного пилотного проекта. Теперь необходимо до конца 2020 года освоить 46,4 миллиарда тенге, выделенных на реализацию проекта. На начальном этапе в 10 сельских округах 10 районов будет выделено 7,2 миллиарда тенге, которые пойдут на выдачу 2469 микрокредитов, в том числе 492 стартап-проектов. В сельских населенных пунктах и малых городах выдавать микрокредиты планируется сроком на 7 лет под 2,5% годовых.